Братва, мы сейчас на семинаре из Жанкин Тим. Я свою часть провел, у меня такие хихоньки-дахахоньки функциональный тренинг, блядь. Кинул, вынул, блядь, стал, поднялся. А сейчас Гусев вышел, такое прогоняет, пипец он умный, блядь. У меня прям это, шок, непонятно, ни хреба. Я сейчас переключаюсь на фронтальную камеру, и вы будете смотреть и слушать Гусева. Собаку не нашли. Гусев, сука, умный, блядь. Надо ему майку сделать, Гусев умный. У нас тут 70 человек людей, из них 60 оплачено. Мы, могу сказать, сколько заработали, по 3000, 60 человек, 180 тысяч, охренеть, мы богатые. Мы делимся с клубом на пятерых, то есть получается 4 лектора и клуб. Кто-то еще платит налоги, кто-то не платит. Это артист, это артист. Львович, он не просто оператор, он, блядь, артист. А знаете, вы сейчас... А, нет, вы же не можете попасть в камеру. То есть я попадаю в камеру, получается. Гусев не перископит. Гусев в семинар ведет. Саня, давай тогда, ты возьмешь и поперископишь чуть-чуть. Надо, чтобы поближе подойти, чтобы было слышно. Все, короче. Короче, отдаю слово Гусю. Подожди, я по ходу, за. Ну, давай. Ну, давай. Есть, простите, но вот количество стандартного лошадей, очень важный уровень, нужно всегда там 20-30 килограмм каких-то продуктов вегетарианцев. Потому что сколько человек физически не может съесть, поэтому у вегетарианцев очень большая проблема, когда на свете идет в дом. Но будущие вегетарианцы, они проблема заниматься в кюнингом, если просто лиц не получать откуда. И спортивного питания, совершенно верно. Это правда, правда, что сможет, но есть ПЦА, который получит этот продукт, получит сырость, это очень больший вопрос. Но тем не менее, если бы сказать, что это ПЦА полученный, если нам не надо, то он может быть ответственным, и не, человеку очень сильно поможет иметь огромный продукт вегетарианцев. Вот, и так, самое главное, инцидентные цифры, здесь все так. И эти цифры, они тоже считаются незаменимыми, но это может быть соответствующим ПЦА. И есть еще третий вид условно-незаменимых, это что-то не условно. Еще? Давайте. Это которые частично синтезируются. Они могут быть синтезированы, но не в том объеме, который необходим от организма. Совершенно верно. То есть получается так, что вы даже если мясоед едите мясную продукцию, вы, скажем так, получаете полный спектр аминокислот необходимый, полный аминокислотный скорб, так называемый. Но если вы вдруг ограничили себя в питании, организм начинает теми ресурсов, которые он не может получить, важно. Он начинает их сделать самостоятельно. Но ресурс их ограничен в течение дня. Например, вам нужно 5 грамм, а он может только 2 грамма произвести. Поэтому этих аминокислот нужно тоже полноценно потреблять. Есть. Так, под действием гормона, участок, который из РНК разворачивается, и начинается особая копия, которая называется ИРНК. Информационная рибонуклеиновая кислота. Запишите. И РНК. Можете кратко записать. Затем это ИРНК уходит из ведра с рибосомой. Вот уже в этой самой рибосоме происходит то, что клонируется ДНК с помощью рибосомы, и получается вторая клетка. Нет. Да. Участок ДНК? Да. Участок ДНК, содержащего информацию о строении одного белка, называется геном. Далее, на рибосомность с помощью РНК строится белка, белки по носу и шармону. По отверстию формирования мыши белка и по отверстию формирования, соответственно, клеток. Строительство белка осуществляет в любом соединении друг с другом свободы полного диска, и бесцентое починирует в усмотрении такой см sorry, прятая черта. Любъ, благодаря, baptа у twitchesfieldo по отверстие формирование. Потому что крутите, негативPer Liquid? на схожеству мир. Но не будет ни будет не в год,